Всем привет! Сегодня обзор очередной модели цифровой приставки. Это приставка Perfio. Модель называется Consul. Вообще же у Perfio там целая линейка приставок сделанных цифровых телевизионных. Но, честно говоря, если вы не видите это все перед глазами, ориентируетесь только на информацию в интернете, то у вас вообще вопрос о том, чем же они отличаются, просто-напросто повиснет в воздухе. На самом же деле ответ на него простой. В железной части эти приставки не отличаются ничем. Они отличаются только, да и вообще все, 90% приставок, которые сейчас вы увидите на прилавках магазинов, если это еще не остатки ДВБ-Т2-шных приставок, они на 90% всех приставок, они, по сути дела, отличаются внешним видом самих приставок. Небольшие отличия есть в комплектациях, в цвете коробок там и в форматах корпусов приставок. Те приставки цифровые телевизионные, которые действительно очень радикально отличались, они почему-то очень быстро сошли на нет, то есть их прекратился выпуск. Очевидно, все-таки китайцы определяют, что же мы с вами будем держать в руках и через что мы будем смотреть телевизор. Вот такие вот у меня выводы. Комплектация. Сама консоль, кабель для подключения к телевизору RCA, пульт дистанционного управления большой такой, полноформатный пульт, элементы питания, инструкция, гарантийный талончик. Инструкция у Перфео, у всей техники марки Перфео, она выше всяких похвал. То есть все здесь очень замечательно, все здорово, расписано, нормально. Именно действительно нормальные инструкции, то есть не надо куда-то в интернет лезть и узнавать, как чем там пользоваться. Собрано на процессоре традиционно, GX3235S, который, говорят, снимается с производства, и вместо него там придет процессор, к которому сейчас есть небольшие вопросы. Ну это так, вперед забегая. Тюнер у него MaxLiner MXL608. Хороший тюнер, помехозачищенный, высокочувствительный, прекрасно себя зарекомендовал при работе со слабым сигналом. Корпус металлический, заклеен транспортировочной пленкой в вентиляционное отверстие. Соответственно, пленочку надо это будет снять, иначе этот ресивер задохнется. Опять же, пломб здесь, как таковых, не присутствует. Есть только вот этот QC Passed, такой пломб типа УТК, но она тоже наклеена сверху на пленочку. Кнопки полные на лицевой панели. Вот здесь, за вот этим матовым стеклом, находится сегментный индикатор, который показывает номер канала и текущее время. Есть один из USB-портов на переднем торце. Второй USB-порт находится на заднем торце приставки. Основание корпуса и верхняя крышка, они металлические, передняя панель пластиковая. Коммутационные разъемы сзади тоже стандартные. То есть, есть разъем вот этот, вот эти вот, желтый, красный, белый. Это композитный аудио-видео выход, желтый видео, красный, белый звук. Если у вас кинескопный телевизор моно, старый, то можно использовать два любых. Желтый обязательно, а левый, правый, там красный, белый. Это уже по вашему усмотрению, какие вы будете использовать. Это все равно. Есть цифровой аудио-видео выход, вот, как сяльный. Кроме того, присутствует цифровой аудио-видео выход, уже это HDMI. Вы видите здесь второй USB-порт. И разъем антенный вход, сквозной антенный выход. Это не высокочастотный выход, не модулятор, а именно сквозной, то есть, ну, грубо говоря, разветвитель, если так брать, таким простым и понятным всем языком. USB-порта здесь два, то есть, для чего их можно использовать? Можно использовать для подключения USB-Wi-Fi адаптером, ибо все последние модели ресиверов, которые вы видите, они поддерживают вот эти интернет-сервисы, там, IPTV, YouTube, Miguo, вот это вот все. И для того, чтобы их соединить с сетью, нужно совместимый Wi-Fi адаптер, USB-Wi-Fi адаптер. Вот у меня Wi-Fi адаптер, я его подключу. И второй USB-порт можно использовать для подключения USB-накопителя, который позволит пользоваться возможностями медиапроигрывателя, то есть, воспроизводить музыкальные файлы, файлы фотографий и видеофайлы с различных форматов. Самые распространенные форматы поддерживаются, коды KSC3 тоже поддерживаются, многоканальный звук Dolby Digital, то есть, с этим здесь как раз все хорошо. Ну, нужен USB-накопитель, с которого это бы все читалось. И плюс еще этот подключенный USB-накопитель, он будет давать возможность вам записывать телепрограммы, записывать передачи, которые вам понравились, фильмы, и в дальнейшем воспроизводить их как через данную приставку, так и просто-напросто с помощью компьютера. Ну и плюс еще, поскольку здесь IPTV, да, откуда-то надо загружать плейлист, кроме как с интернета, вот с USB-накопителя можно его и загружать. Таким образом, два USB-порта, это очень хорошо. Подключил я к телевизору приставку, антенну, там флешку, Wi-Fi-адаптер. Вот, запускается. И сейчас появится стартовый экран. Таймер вот этот вот, который в правом вот здесь уголочке сейчас отработает, запустится автоматический поиск телевизионных каналов. Ну, я уже упоминал, что приставка эфирно-кабельная, но, к сожалению, в магазине у нас только эфирная. Я могу принять, кабельного нет, использую комнатную антенну с усилителем, нахожусь в городе Санкт-Петербург, и должно найти здесь 20 телевизионных каналов и 3 цифровых радиостанции. То есть, как, в общем-то, у большинства. Именно два мультиплекса. Есть отдельные регионы, ну, например, Москва. Там три мультиплекса, да еще плюс в кодеке 265-м сейчас идет там тестовая вещь. Ощущение первого мультиплекса в HD-качестве. То есть, ну, за этим будущее, но пока, к сожалению, только в Москве. Вот они, 20 каналов. Сейчас я остановлю, сразу же уже можно нажать кнопку «Выход», не ждать, пока оно все пробежит. Он запомнил их. И теперь вот он, список каналов, которые нашлись. Это два вот этих мультиплекса и три цифровых радиостанции. Есть кнопка TV-радио, которую можно нажать и прямо быстро переключать между радиостанцией. Вот радиостанции здесь есть, и «Маяк», и «Радио Россия». Это вот то, что в цифру входит в состав первого мультиплекса. Вот он телевидение. Сейчас я переключу нейтральный канал, который многим не нравится, но зато на него YouTube не ругается. Значит, он YouTube-у нравится. А это главное. Про авторские права не кричит. Но суть не в этом. Меню. Нажимаю кнопку «Меню». Такую менюшку вы уже видели, поэтому пробегаюсь исключительно коротенечко. Программы. Первый раздел «Меню». Присутствует редактор каналов, в котором можно перемещать и расставлять каналы. Ну, сортировать каналы, короче. Переименовывать их. Актуально для кабельного телевидения, когда у вас будет не 20 каналов, а несколько больше. Телегид. Это программа передач, которая, ну, постепенно она будет подгружаться. Если нажать зеленую кнопку, видите, расписание написано. Если нажать зеленую кнопку и еще раз нажать зеленую кнопку, то при условии, например, подключенного USB-накопителя, можно пользоваться персональным видеомагнитофоном. То есть можно задать запись однократно, ежедневно, выбрать время начала записи, продолжительность и канал, который будет записываться. И все это будет происходить в ваше отсутствие. То есть можно просто-напросто поставить и, как видеомагнитофон, по таймеру записать ту или иную передачу, которую вы хотели бы видеть, но не имеете физической возможности присутствовать на просмотре. О, как загнул. Так. Следующий раздел. Раздел изображения. В принципе, здесь все по умолчанию можно и оставить, за исключением пояснения вот этого. Разрешение экрана. Если вы используете RCA-разъемы, просто не обращайте внимания, и все. А если вы используете HDMI-кабель, да еще и фильм из флешки будете воспроизводить, то это, ну, например, да, помимо просмотра кабельного цифрового сигнала, который может быть в хорошем качестве. Поэтому здесь вот разрешение экрана можно и поменять там на какое-нибудь более маленькое, более большое. Настройка он-скрин дисплея. Это вот прозрачность вот этой менюшки и всех всплывающих окон. То есть, можно подправить яркость, насыщенность, контрастность. Ну, на мой взгляд, здесь по умолчанию все очень даже достойно. LED-дисплей. Выставлен средний уровень яркости. Это те циферки, которые горят на индикаторе на самой приставке. То есть, вот у нее есть индикатор, и вот яркость вот этого индикатора как раз меняется. Стоит средний, можно поставить низкий, яркость низкую, ну, чтобы ночью не мешалось это ярко-зеленое свечение. И отображение на дисплее, это во время работы, что будет отображаться. То ли номер канала, то ли время. По умолчанию стоит номер канала. Удобнее, наверное, поставить время, потому что тогда будет на табло, на индикаторе приставки показывается все время текущее время. А номер канала, он и название, в общем-то, и так выводится на экран телевизора. Следующий раздел, это раздел поиск каналов. Диапазон поиска, то ли кабельное, вот это вот, или эфирное. Тип поиска, для эфирного без разницы, для кабельного лучше поставить открытые каналы, чтобы он пропустил кодированные. И вам не надо было вручную это все потом чистить. Доступен автоматический поиск, доступен ручной поиск. Ручной поиск здесь не такой, как в аналоге. То есть, здесь ничего не бегать не будет. Вам нужно задать диапазон. Это дециметровый, изначально видели, метровый был. Теперь номер канала, на котором проходит трансляция в вашем регионе, у нас в Санкт-Петербурге, это 35 и 45 каналы. То есть, 586 МГц и 666 МГц. Это вот два пакета. На одной частоте транслируется 10 телевизионных каналов и 3 цифровых радиостанций. И на частоте 45 канала еще 10. Итого, вот этих два мультиплекса 20 каналов. На что здесь можно обращать внимание, это внимание на шкалу качества. В зависимости от положения антенны, шкалы вот этой мощности и качества будут заполняться по-разному. Если вы видите, что у вас, например, вот такая ситуация, то есть мощность такого янтарного рыжего цвета, а качество отсутствует, значит нет никакого приема. И бесполезно нажимать вот эту кнопку поиска каналов до тех пор, пока вы не добьетесь того, чтобы у вас качество появилось, шкала, и она была заполнена больше, чем наполовину. Для нормальной работы надо процентов 60. Следующая здесь, видите, страна, но это регион России. Питание антенны. Я использую комнатную активную антенну, которая питается от ресивера. Соответственно, я включил питание антенны, так как любая приставка, 5 вольт на усилитель антенны может давать, без всяких дополнительных блоков питания. Очень удобно. Так, выскочил отсюда. Так, следующий пункт. Время, здесь временные настройки. Слип таймер. Может, шаг у него 1 час, от 1 до 12 часов он может. Ну, это я просто в обе стороны щелкаю, поэтому... Время в режиме ожидания. Если это выключить, то в режиме ожидания на индикаторе будет гореть просто надпись OFF. И никакого времени не будет. Таймер питания. По сути дела, то же самое расписание. Единственное, что это будет не запись, а включение и выключение ресивера в строго определенное время. Зачем надо, не особо понятно, но вот оно есть. И пускай есть, как говорится. Так, еще раз кнопка выход. Следующий раздел. Настройки. Языковые. Можно ничего не трогаем, все по умолчанию. Дальше настройки системы. Родительский контроль. Это установить возрастной ценз. Можно пароль поставить. Вернуться к заводским установкам. То есть сбросить. Все разделы, которые позволяют хоть как-то изменить работу приставки, они закрыты паролем. Для того, чтобы, по крайней мере, ребенок или кто-то еще не сломал это. Не думаю. Информация, в общем-то, никакой информации не несет, кроме того, что версия прошивки сообщается. Обновление программного обеспечения по USB происходит. Ну, не знаю. Насчет новых прошивок. Что-то как-то не замечено было на сайте Perfeo. Там, чтобы появлялись новые прошивки для этих ресиверов. Потому что оно работает. Ну, и считает, что, слава богу. Настройка сети. Значит, к сети может подключаться. Либо с помощью Wi-Fi адаптера. Это то, что я вам показывал. USB Wi-Fi адаптер. Там на чипе MT7601, например. Совместимый. Либо это может использоваться USB LAN адаптер. То есть, это все поддерживается. То есть, вот. Сейчас он мне покажет доступные сети. Вот они, доступные сети. У меня подключена сеть Ириновский. Она не сама подключилась. Нужно было ввести... Нужно было ввести пароль. Потом сохранить это все. И тогда она подключилась к сети. Ну, и следующий раздел. Это наиболее интересный для всех раздел. Как показывает практика. Это раздел USB. В разделе USB здесь находится медиапроигрыватель. Здесь находится настройка персонального магнитофона. Записанные файлы здесь же. И здесь находится раздел интернет. Ну, давайте начнем с медиапроигрывателя. Я говорил, что приставка может видеофайлы проигрывать. Ну, например. Все со звуком. Все нормально. Все хорошо. AC3 кодек поддерживается. То есть, Dolby Digital, оно тоже самое воспроизводит. Музыкальные файлы воспроизводит. И файлы изображений тоже воспроизводят. Причем, можно там делать настройки. Настройки слайд-шоу. Позволяется делать. Ну, насколько интересно, не могу ничего сказать. Но вот оно есть. Если у вас приставка, естественно, используется как там какой-нибудь дачный вариант, то вас вполне устроит, что она принимает эфирный цифровой сигнал. И плюс еще может использоваться как там медиапроигрыватель. Ну, если у вас там дача продвинутая, с интернетом, или вы раздаете интернет с какого-либо устройства, то тогда еще будут интересны вот эти вот интернетовские функции. Среди них часть работает, а вот эта вот функция, она работать не хочет. Причем не хочет она... Ну, вот если кнопку меню... Сейчас попробуем поменять этот... Не хочет она это работать. Ну, я не удивляюсь. Оно почему-то во всех приставках таких перестало работать, этот функционал. Вот. Ну и давайте с того, что работает. Погода. Все прекрасно работает, все прекрасно грузится. YouTube может работать, может не работать. Изначально, как видите, все хорошо, но когда-нибудь перестанет, так как обновятся серверы YouTube раз в 90 дней это происходит. И на таких приставках, как правило, перестает все работать. Даже вплоть до того, что утром может работать, а вечером уже и не работать. Ну, есть кнопочка красная, нажимаю параметры, и нужно будет вот сюда вот обновить API-кей, другой затолкать сюда API-кей, то есть можно из флешки. Вот. Как это делается, читайте в интернете. Допустим, есть форум в Селенге, там набираете, что перестал работать YouTube, там в Селенге 950, и посмотрите, что там можно сделать. Новости. РСС-лента. Лента новостей. Раздел работает. Онлайн-кинотеатр Мегуго. Также работает. То есть, единственное, что здесь ограничение, что фильмы могут быть по подписке, могут быть платными, могут быть бесплатными. Вот. Соответственно, бесплатно они у вас будут работать. А те, которые по подписке, они работать не будут. Ну, в основном все работает, и нормально все, ничего не тормозит. Тормозят только единственное, что это Full HD-шные фильмы, но, к сожалению, железо слабовато у этих приставок. IPTV. Это тоже интересное. Интернет-телевидение. Если вы пользуетесь платными листами, то вопросов плейлистами, то вопросов к ним, как правило, не возникнет. Вы его загрузите. Здесь можно грузить как с флешки, так же можно и из облака, да, из интернета. загрузить прямо ссылку. То есть, все здесь позволяется делать. В инструкции, кстати, написано, для чего эти разделы. За редким исключением, это есть только, пожалуй, перфил. Остальные все, единственное, можно там на сайтах на каких-нибудь посмотреть. Так, в меню вернемся. Вот, сделаем, нажму я синенькую кнопку. Вот я могу загрузить. Сейчас у меня тут некоторые плейлисты есть. Ну, вот этот пускай. Вот у меня загрузился плейлист. Так. Ну, и давайте просто вот этот канал, который работает. Ну, это HD, еще HD, идет звук, картинки нет, надо не HD, надо обычный. Вот оно. О том, что надо правильно издать акценту. Вот оно работает, пожалуйста. То есть, соответственно, эти приставки, вот они как, видите, старые очень плейлисты 2017 года, у меня на флешке записано, это чисто так, для демонстрации. Эти приставки, они прекрасно зарекомендовали себя как для просмотра телевидения, так и в качестве IPTV-проигрывателей. Ну, вот, современные, там, за редким исключением. То есть, на этом, пожалуй, все, что я хотел вам показать и рассказать. Напомню, это была приставка Perfeo, модель называлась Console, на процессоре GX3235XS, тюнер MaxLiner 608, металлический корпус, встроенный блок питания, удобный пульт дистанционного управления и полный функционал. То есть, эфирное, кабельное телевидение, открытые каналы, ну и плюс возможность подключения и использования интернет-функций. Жители города Санкт-Петербург и его ближайших пригородов приглашаю посетить наш магазин. Находится он на Иринском проспекте, работает каждый день. И те приставки, те гаджеты, которые вы видите у нас в обзорах, они в магазине у нас есть. Можно приехать и испытать то или иное устройство в работе. Всех остальных приглашаю подписываться на наш видеоканал. Заходите к нам на сайт. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok